Казанская Богоматерь Здравствуйте, Георгий Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, Ютьюб Привет, Ютьюб Мы с тобой оздоровались уже Я с вами Да, вот, ну, я думаю, что будет уместно, если ты Оксане, наверное, скажешь несколько поздравлений с выпуском альбома Тем более, я так понимаю, что в этом альбоме не просто это альбом, а в этом альбоме и песни твоего отца Александра Барыкина Ну, Сашем я, солдатки, назвал субпродюсером, но это, конечно, громко сказано Ну, на самом деле, мы отбирали песни определенные, то, что подходит для Оксаниного голоса Ну, в целом, я еще прописал пару песен как гитарист Ну, безвозмездно, понимаешь? То есть даром? Да Так что, я еще не слышал альбом, поэтому не могу какую оценку сказать Но то, что мне скидывал Александр Солдаткин, то есть мне понравилось Я думаю, что эти песни приобретут новую жизнь Вот так Ну, это всегда здорово, когда песни твоего отца поются Ну, тем более, знаешь, там есть ряд песен, которых народ не узнал, к сожалению То есть, они выходили на дисках Ну, ты сам знаешь, 20 лет отец что-то выпускал там Альбомов 7 или 8, их практически народ не слышал Он думал, что все это узнают почему-то Я один раз ему сказал, допустим, а ты слушал новый альбом группы Simply Red? Он говорит, да что мне твой Simply Red? Я брянский сейчас альбом записал, понял? Ну, то есть вот так Ну, кстати, мы работаем над этим Вот совсем недавно к нам в передачу приезжала Раиса Цейшаха и пела песню о хорошем думать Очень тепло восприняли ее, восприняли и вспомнили все это замечательное время С этой замечательной песней, которая была незаслуженно, несколько, так скажем, подзабыта за все это время Ну, у нее вообще много песен Я считаю, лирику отца мало людей знает, к сожалению То есть у нее больше был православный цикл, такой очень красивые песни, стихи Евгения Саня Он сейчас принял монашесу И вообще, он раньше, когда выходил в Олимпийском, в 80-е, я помню Достаточно было просто телекастера включить Я, кстати, тогда уже поражался, было я, ну, мне лет там 12 было, не знаю Я смотрел, когда он один выходил в Олимпийском, телекастера врубал Оранжевый свой? Да, и вот это, не оставляйте женщину одну, он пел И храни меня мой талисман на стихе Пушкина Ну, как даст две песни, там, на все на уши Ну, это, я думаю, вот это, все-таки уровень, знаешь Ну, тогда это не оценивалось, думалось, что так и должно быть Потому что, знаешь, один раз показали по телевизору, все, ты теперь звезда Сейчас все по-другому, ты можешь себя хотя бы показывать по телевизору Мы недавно у Федора Конюхова взяли интервью, он сказал, что героем нашего времени является человек, которого избирает народ, а не... Вот, говорит, ты можешь быть народным певцом, ну, народный артист России Ну, то есть ты на президента намекаешь? И на глав правительства? Ну, я просто не намекаю, я говорю, что просто народным нужно быть из народа Вот, ты народный артист Бразилии, предположим, на сегодняшний день Ну, значит, я для другого народа был рожден Тут я думаю, что ты такой бородатый всю жизнь Не, ну, на самом деле, найти своего зрителя тяжело И я считаю, я его не нашел пока То есть это какие-то были яркие, там, пятна, да, популярность Но я же еще не... Ты же сам знаешь, мы с тобой сколько писали песен Но я же еще не делал, то есть, свою цельную работу еще Не представлял ее Ну, у тебя, кстати, есть шанс еще, как минимум, выпустить еще где-то 26 альбомов Тайна по имени Н, тайна по имени М, тайна по имени О, тайна по имени П, и Р, и С, и Т Ну, это такая шутка, была дружеская Можешь тоже пошутить мой адрес неудачно? Ну, насчет костюма я не буду, потому что много, наверное, уже шутило Много шутило, много шутило Да, ну, а теперь мы плавно сейчас выдернем сюда Александра Солдаткина Вот прям к нам сюда, пожалуйста, проходите Только вы, как известный продюсер, проходите Значит, Сан Саныч, значит, у нас вот такой разговор сейчас Мы сейчас говорим о том, что, слава богу, что происходят такие мероприятия На сегодняшний день, моя любимая фраза Когда песня известного поэта, композитора и певца Александра Барыкина Здесь, кстати, поколение, которое он вывел, можно сказать, в свет И Гоша мне во многом помог Я уж надо тебя перебью, извини Он это же сказал Гоша во мне... Нет, я должен сказать свои слова Что Гоша мне помог, когда я стал искать материал для Оксаны Ну, честно говоря, у нас много композиторов, тысячи А песен-то душевных и голосовых... 998, два из них здесь стоят еще Нет, да, нет, ребята, ради бога Я следующий альбом готов писать с Гошей, с тобой, для Оксаны И я Оксане предложил песню Саше Барыкину Это мне очень дорого, так или иначе Саша, к сожалению, ушел от нас Но песни его будут жить Даже благодаря тому, что я вот с Оксаной будем мы пропагандировать дальше Сейчас записали альбом Гоша мне помогал очень сильно Подбирали песни, потому что у Сашки, как правило, песни все-таки написаны более в мужском варианте И мы искали тексты, где можно как бы перелицевать на женщину У него очень сильный вокал у Оксаны, то есть большие возможности Поэтому вот есть песни, там, допустим, «Мосты» есть? «Мосты» есть, а каждая Ну вот, отец ее пел больше, к счастью, в 80-е И ее практически никто не знает Ну, то есть массовые зрители Сейчас, ну, послушайте... Очень будет интересно интервью взять после концерта у людей Потому что сейчас послушать люди и поймут, как поет Дело в том, что вот я Гошке очень благодарен за то, что Во-первых, за то, что семья разрешила мне использовать архив Александра И, в принципе, что и песни должны жить И должны жить в хорошем исполнении А я считаю, что Оксана одна из лучших сейчас исполнителей у нас на российской эстраде Что, собственно, и требовалось доказать Единственное, осталось расшифровать слово «семья» Вот тут я хотел бы... Наш архив, где бункер Сталина, там слева был Семья... Семья... Семья Барыкиных... А семья Барыкиных... Для меня... Для меня семья Барыкиных всегда оставалась... Гошка еще... Извините меня... Был маленький, мы эти истории про... Чуть-чуть повыше в моей коленке Когда мы... Как-нибудь снимем передачи про историю про кровати и все остальное И вот семья... Да Семья Барыкиных... Семья Барыкиных, вот она присутствует здесь, семья Барыкиных Галя... В составе, кроме Александра Александровича Ну, естественно Я же... Семья Барыкиных... Она все равно для меня дорого Я каждый день... Ну, врать не буду, каждый день буду вспоминать И я надеюсь, ну, может поддержит радиостанции какие-то, то есть этот альбом Чтобы... Например, наша радиостанция с удовольствием вас поддержит, которая называется PeopleStarFM С большим удовольствием поддержит вас Кстати, поддерживает и вас Я говорю, что, конечно, песни Александра Барыкина перепевать очень сложно Потому что такого вокалиста уже нет И вряд ли появится еще лет через сто Таких вокалистов, ну, просто нет, потому что человек обладал таким бархатным тембром И, главное, обалденным вкусом, что во многих сейчас современных певцах и певиц не хватает вкуса преподать Как труба, споют ноты-то, кажется, все поют верные Но души нету, в песне нет души Просто отбарабанили, как бы взяли вверх, внизу прошлись посерединке А души нету А у Сашка, какие у него были нюансики, как он пел, как выпивал, какую подачу Подача, это много значит Я надеюсь, я с Оксаной долго... Мы этот альбом писали, ну, я думаю, что месяцев семь Потому что очень много у нас было... А что не девять? Очень, кстати, качественно Нет, а уйди Ты же ты хочешь сказать... Я не буду тебя сейчас присыпать Полгода мы писали альбом Нет, нет, девять месяцев писали альбом То есть полгоправный, нормальный Полгода мы писали альбом, потому что очень трудно, если... То мы споем, она споет, сделает, мы послушаем, что-то не то, идем перепевать Благо у меня хороший звукоречер Игорь Крюков И все сделал Гоша мне там гитару сыграл Ну, семейное получилось От семьи Барыкиных Большая помощь Гошка, спасибо тебе Да, ну и я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим еще альбом Александра Солдаткина в его исполнении К сожалению, я не пою Мы заставим его Если Гоша мне напишет песню, я спою У нас уже есть для тебя песня Если Гоша Если споешь, то ладно Она называется... Помнишь это? Мне кажется, она подойдет Нет, я знаю, какую песню Ты хочешь сказать, что Гурская пела 9 месяцев Нет, нет, нет Ждала-то другое Про уникальность отсутствия голоса С нами Леха Птицын ездил Звукоимитатор Как это называлось? Парадист, звукоимитатор Гоша, все-таки Тебе не последний человек Сейчас Гоша рассказывает Гори-говори, интересно Ну ладно, я потом расскажу Расскажи, расскажи В общем, с нами ездил Птицын Леха Звукоимитатор и парадист И папа выпил чуть-чуть Ну, грамм так, сто А Леха он все время садился Их веселил на банкете Ну, так, ввиду своей профессии И он говорит, раз, бегает, бегает И папа такой, что-то раз Видишь, он на себя внимание оттягивает А он не любил, когда внимание оттягивает Да, он в центре любил сидеть И он говорит, Леха, а вот ты всех можешь Этого, Кузю можешь Серого, Саню А меня можешь? Нет, Саня, я не могу А-а-а, вот От Барыкина очень трудно Вообще, я ни разу не слышал Когда мы работали Сколько долго времени мы отработали Да, с Сашей Тембр голоса уловить очень сложно И очень трудно Я, самая большая была Я говорю, когда вот мы взялись с Оксаной За эту работу Песни Александра Барыкина спеть И самая большая была у меня проблема И как бы боязнь в том, что Вдруг тембрально что-то Оксанка молодец Она справилась Она умничка Ну вы знаете, на самом деле Когда Саша мне предложил Поучаствовать Это Оксана Богословская на всякий случай Да, привет всем Когда у Саши родилась эта идея Вообще Ну, отобрать песни Александра Барыкина У семьи Отобрать песни Нет, не отобрать, а выбрать песни Вот Самое главное В чем стояла цель Ни в коем случае Не копировать Да Исполнителя Потому что он пел Их настолько прекрасно Что это Ну и невозможно никому Но и с другой стороны Хотелось очень внести Что-то свое Потому что я человек Очень душевный И к каждой песне Отношусь Которую я исполняю Я ее стараюсь пропустить Через себя Через свою душу И внести в нее Что-то свое И вот Мне кажется Вот У этих песен Я надеюсь Дай Бог Что появится новая жизнь Именно в этом была цель Потому что музыка Удивительная Тексты Потрясающие А сейчас таких Просто нет И если Это вот Настоящая сила Мужская энергетика Александра Наложится На мою Женскую энергетику Если я Смогу что-то новое В нее более Мягкое внести И вот в этом синтезе Я надеюсь Что родится Вот что-то новое И пусть Дай Бог Чтобы эти песни жили Чтобы люди их слушали Потому что они достойны Достойны внимания Достойны любви Любви слушателей Вот так Я когда-то спела Полностью С своим лицом То есть она не копировала Некоторые вещи Даже развивала Внутри Трехчастные какие-то Больше как вокалист Даже Я могу сказать следующее Я написал Спел И пошел домой Оксана Даже более серьезно Отнеслась Зато как он играл Как он играл Нет Я не умоляю То есть Я могу вам сказать следующее Я послушаю Проанализирую Потому что Я могу вам сказать следующее Потому что Вот Вы еще не слышали альбом А я на протяжении записи Все время слышал Оксанка молодец У нас происходит Просто люблю Она солнышко И я могу сказать следующее Она внесла конечно Что-то свое Определенно Но По-своему Конечно музыка Ну музыка Такую музыку Спеть плохо нельзя Поэтому Оксана Спасибо Все прекрасно Спасибо Ну вы знаете На самом деле Вот ребята музыканты Я и ругиншу хочу сделать Мы слышим Ребята музыканты Ребята музыканты Которые поучаствовали В этом проекте Это все мои друзья То есть мы дружим Очень давно И со многими Мы знакомы Более 15 лет Карнавал вумен будет сейчас Нет У нас только из карнавала Один Гоши нам сыграл Да-да-да Он мэн Он мэн Да Вот И бэк-вокал Супермен Бэк-вокал записали девочки Это мои ученицы Я преподаю Вот буквально Пару-тройку лет В академии Это мои ученицы Они обязательно споют Вы их услышите и отдельно Сегодня Это сюрприз Так на будущее Такое открытие Красивые все Поэтому все в эти песни Влюбились Все поют их И даже говорят Что Оксана Владимировна Ну это я Оксана Владимировна Оксана Владимировна Ну как же так То есть они прям Крутятся в голове Крутятся А я считаю Что это значит Что это настоящий хит Значит плей в голове Его запустили Кнопку плей пошли Да Отец Катич написал Да Нет я могу сказать еще Вот Гоша сказал Что говорит Папа записал И пошел Ну Сашка такой Он приходил И писал Я спою Называется легкость Спою Два дубля Ребят соберите Да пошли Все нормально Он относился Немножко с прохладцем К своим произведениям Но он профессионал Ну нет Ну а что С прохладцем Легко Легко же Легко прохладцем Потому что Он легко это делал Он с легкостью делал А Гоша еще дальше пошел Он вообще Он вообще Да Гоша еще легче себя В последнее время ведет Не сказал бы А тут Когда Оксана записывала Уже альбом Тут я на нее наседал И говорил Оксана Правим Делаем 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 Добивались того Что хотели Я думаю Что добились Да Саша Ну можно было и лучше Но то что Ну и все От тебя зависит Уже я уже все Я уже все Тебя исчерпал Нормальный продюсер Так и должен сказать Все Я уже все Друзья мои Можно я еще скажу Пару слов буквально Огромное спасибо Конечно семье Александру Его сыну Да вообще Его близким Потому что Они настолько тепло Отнеслись к этой идее И сегодня они здесь Как бы пришли на это мероприятие Поддержать Меня Вот поэтому Как вам сказать Что Ну настоящий человек Он оставляет после себя Не только в настоящей песне Ну и настоящее Поколение Настоящее поколение Да поэтому Вот Спасибо огромное Спасибо Спасибо Друзья мои А мы вернемся к вам Чуть позже Так вот Так вот Значит Вернемся Вернемся в наши